Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я здесь не могу решать Все решаете вы, поэтому давайте посмотрим Справится ли украинский игрок клана Shadows Вот как он расшифровывается, оказывается И сможет ли он выиграть Эвил Эвил все-таки чемпион, ну можно сказать, что мировой, мирового уровня Неплохой Rocket Launcher демонстрирует Брат Эвил все-таки Эвил как-то слишком дерзко вышел на эту мигу Ну и какова просто ситуация сейчас Вроде бы у Брателлы все неплохо Интересно, знает он, когда расстается красная броня Должен? Должен, по крайней мере, он это предположить Да, и дилейт, смотрите, ну вообще молодец какой Вот сейчас ее можно уже было бы подобрать и спешить на верхний желтый армур Эвил в это время халдит Ой, зря здесь стоит Ой, зря сейчас Брателла должен его просто с шафтом убить Хотя огрызается Эвил Ой, две таких, две каких четких ракетки-то успевает Сережа попасть Но от рейлгана Брателла ему спастись не удалось Зря побежал Брателла за этой аптекой Потому что сейчас он будет поставлен перед сложным выбором Забрать красный или мигу Да и вот видите, даже вот так вот получилось Но кто же, кто же заставлял тебя, дружище? Опа, опа, какой рокет 6 хп всего лишь Эвиллу оставляет Но все равно, немного нелепая ситуация, как мне кажется Вполне мог бы То есть он бы забрал мигу и пришел бы на красный Он специально этот красный для этого момента и дилейл Почему он не воспользовался тем, что сам же натворил Ну, непонятно Мне вот мотивация Брателлы Может он где-то осчитался Может он хотел побыстрее догнать своего соперника Ну, в данном случае его спешка сыграла против него самого Эвилл попал в гранату Но это никакой не рандом, да? То есть попасть на гранату, это вполне нормальное явление То есть кричать, что Эвилл там какой-то лакер Это ошибка Брателлы, он за нее расплатился Надо было предвидеть То есть, как бы, не обязательно Эвилл с гранат мог упасть Эвиллу просто с респом немного не повезло А если бы он на шотгане зарессился Он бы его точно так же шотганом Это было бы еще легче Шотганом его убить Или плазмой То есть, 100-хитового человека, который выходит на позицию С топа, падает на красный Его довольно легко застрелить Практически из любого вида оружия Ну, за исключением гранат Да, гранат надо еще умудриться попасть Можно ли как-нибудь понизить качество на плеере? К сожалению, нельзя Сейчас объясню, почему Так, тут Эвилл должен Должен он перешатить Брателлу Отличная работа К сожалению Ну, может быть и к счастью Не знаю Овни ТВ разорились И раньше я трансляцию вел на Овни ТВ и Экспан Да, то есть было два плеера Которые можно было смотреть Вот, на Овни ТВ можно было качество повысить 720p до Более низкого, скажем Да, и записи там делались очень удобно А Экспанд был так Чисто для своих пацанов Да, у которых Был плохой коннект До серверов До европейских серверов Овни Да, и Они были вынуждены смотреть Экспандовский плеер Обычно на Экспандовском плеере Было качество похуже Чем на Овни ТВ Но сейчас вот Из-за того, что Овни ТВ больше не функционирует Сам по себе Есть плеер только на Экспанде Вот и Собственно Вся сказка Эвил здесь Отконтролил мигу Выходит на красный Брателло понимает То, что драться с ним здесь Бесполезно И уходит контролить Нижний желтый Армор Забрал его С рельсой, кажется Уходит Да, рельса должна быть Ну, главное то, что Рейлган есть у Брателло То, что слагов нету Это провал То, что Рейлган есть Это, в принципе, неплохо Эвил сейчас Пытается спамом Наличить Какого-то Оппонента Видно, не очень много Попал И Брателло должен использовать Вот эту вот ситуацию Одновременного появления Красной брони И Мега Хеллс Он сейчас бежит Контролить нижний желтый Что же будет делать Эвил Придет ли он на красный Или тупо Отконтролит мигу Да, решил Не обострять ситуацию Сергея И Кстати, не знаю Как зовут Брателло Может, если он тоже Сергей То Тогда возникает такая Двоякая ситуация Да Ну Я думаю, что мало кто Из зрителей Знает, как зовут Брателло То, что Эвилла зовут Сергеем Думаю, что знают все Неплохой рокет И второй тоже неплохой Но У самого Брателло осталось Не очень много хитпоинтов Поэтому Не нужно было отступить здесь Эх 8 слаг Падает Рыгает Точнее Замигой Отлично Брателло Будет ли нырять дальше Эх Если бы Эвил Убегал на красный Через Вот эту вот Арочку То его можно было бы там Настигнуть Но Эвил Выбрал более длинный путь И посмотрите И кажется даже Не, мне показалось То, что он сможет Выиграть эту драку На рокет-лаунчерах Для Эвилла Странно, что Так мало попал Но Может быть Может быть Брателло Хороший Такой Стрейф Скажем Показал Так И Брателло пытается Зажать своего соперника Ну точнее Его соперник уже зажат Осталось только Как-то использовать Эту ситуацию Красный сейчас появится Брателло срочно Должен бежать на красный Но он слишком долго думает И не проконтролил Подбор Радармора Он, к сожалению Не проконтролил Эвил уходит С Красной броней Подобрал еще и желтенькую Теперь у него 150 Арвор Он, в принципе, не боится драться Правда, рокета у него нету Совсем придется шахтиться С Брателлой Вот таким вот образом Ну, в принципе, много попало И Брателло, и Эвил Но В этом моменте Русский игрок оказался сильнее На дальней дистанции Имеется в виду Я думаю, что Эвил тоже был готов Рейлить соперника И вполне мог попасть И там Такая Ситуация была Что Рисковал и Эвил И Брателло Ну, все-таки Немножко больше повезло Наверное, Эвилу И ему удалось Удалось Наверное, поставить Окончательную точку В этом матче Потому что Добить еще 6 фрагов На Эвиле При которой Ну, при контроле Который находится Да И попытаться Выточить игру В овертайм Это что-то Из области фантастики Поэтому Мы, скорее всего Просто досматриваем Эту игру Можно было бы Пинги сверить У Брателло 52 И у Эвилла 44 Разница Не столь смертельна Для украинского игрока То есть На таком пинге Вполне можно играть Тем более Тем более, что Брателло привык На мой взгляд Играть С такой задержкой Один фраг Удается сделать Брателле Перед Началом Десятой минуты Или девятый Как правильно Тут будет сказать Девятый, наверное Мне кажется Вот Брателло ошибся В том моменте Когда Вот Побежал на красный Сто на ноль И где Эвил Его убил гранатой Вот мне кажется Вот это была Ключевая ошибка Брателло Все-таки Можно было бы Выйти победителем Из этой ситуации Схватив он сначала Мегахеллс И через шафт Если бы он ворвался На красный Согласитесь Согласитесь Наверняка Было бы именно Так поступить Правильно Так Следующая карта Следующая карта Будет Надо было бы Спросить Какой маппул На этом турнире В принципе Так Опустить еще один стрим В 360 пи На твич Никак Нет никак Потому что Твич ТВ Развешен Просто Вообще Везде Да На всяких порталах К которым Пейк не имеет Никакого отношения И я уже говорил Много раз То что на твич ТВ Трансляции Я вести не могу Потому что Можно получить По шапке Потом Очень неприятно И восстанавливать Потом свое имя Там словами Что ой-ой-ой Это было только один раз Больше такого не будет Там верните мой плеер Все таки Как-никак С прочих сайтов На которых Твич расположен Ну Обычно Я стараюсь не касаться Темы второй доты На трансляциях По квейку Но раз уж спросили То вот Именно Это связано Именно с этим Так Заведи Параллельно Еще для квейка Ну Мне кажется Что это будет Блин Для квейка А кстати Можно было бы Попробовать Я что-то Не догадался До этого Сам Да Вполне реально Вполне реально Сделать Только Непонятно Как он будет Тебя вести Я его куда-то Дисконулся Что с ним Произошло Непонятно Как он будет Тебя вести Если вот Просто 360п Ааа Не-не-не Ребят Я не смогу Так сделать Я не смогу Так сделать Потому что То есть 360п Я точно Не смогу Пустить Трансляцию Вот А просто Пустить 720п С низким Битрейтом Это Вполне Реально То есть Но это Тогда будет Настолько Несмотребельно Мне кажется Что Вы будете Офигевать Просто В качестве Этого Стрима То есть Представьте Себе HD Трансляцию 720p И там Где-то 1 мегабит Будет Битрейта На нее Эти То есть Это практически Не знаю Несмотребельно Будет Мне кажется Я конечно Могу Попробовать Я конечно Могу Попробовать Но Где-то Только к Следующему Турниру По квейку Потестирую Это обязательно Эти вот Energy Cup От Res.su Тоже Турниры Они Обычно Раз в Две Недели Проходят Ну что Начинается Вторая Карта Брателла Против Эвила Интересно Кто же Выбрал Затэн Я надеюсь Что Именно Украинец Потому что Первой карте Он проиграл То на второй Он должен По идее Выиграть Ну что ж Неплохой Рес Забрал Шафт Мегурейл И вполне Должен Получить Хорошую Позицию На красную Что-то Брателла Не спешит Неужели Боится То что Его соперник Его там Контролит Но Эвил Уже успел Подойти На плазму Подобрав Это оружие Он Ну Брателла Как-то Вяленько Вот зря Он там Встал Зря Он там Встал Практика Показывает Что можно Просто Схватить Шафт Можно Схватить Мегу Рельсу И просто Выбежать Быстрым Стрейфом Забрать Еще и Красную Вот в этой Именно Ситуации Возможно Соперник И успеет К тебе В спину Зайти С плазмы Но по крайней Мере Ты Ну ты Точно Не умираешь В этой Ситуации И Как минимум Забираешь У соперника Красный Армор А вот Эта Пассивность От Брателла Мне кажется Приводит Сейчас к тому Что Эвил Во-первых Перехватывает Контроль На карте Во-вторых Делает Фраг Ну Как бы Если Укладываться В рамке Абсолютного Значения Да То есть Какая разница 1-0 Или 0-1 То есть Для Эвил В принципе Пофиг Может быть Это только Какой-то Моральный Оттенок Будет иметь К концу Игры Когда ты Проигрываешь Минуса Эвил Только Вот это Можно Тут Добавить А так В принципе Эвил Все равно И сейчас Он бегает С мигой С красным Возможно Даже С одним Желтым Армором Делает Аркадный Рокиджамп До Дожидаться Миги Не стал Забирать Первым Девайс Мигу Потому что Лежала Красная Брателла Вполне Мог ее Как-то Изловчиться Взять Айвил Присек Все возможные Ситуации С благоприятным Исходом Для Брателла И таким Образом Продолжает Контролировать ЗТН Просто Лучше Некуда Лучше Только у агента Это получалось Бы делать Нижняя Желтая броня Должна появиться Брателла Не спешит Выходить С комнатки С плазмой Да Эвил Забирает Нижний Желтый И Брателла Достается Верхний Желтый Ну что ж Хоть что-то Хоть что-то Достается Брателле Так Он аккуратненько Спускается До красного Шафта у него Нету Но Эвил Его здесь Контролит Слышал Видимо Как Брателла Сделал Вот этот Шаг С лестницы До Второго Этажа Обычно Когда шагаешь В большинстве Случа Получается Звук Шага Слышен Как будто Ты ступаешь Куда-то И это Всегда выдает Тебя Когда ты Ползешь Красной Броне Эвил Наверное Этот Шажок Услышал И Начинал Уже Спамить Брателла А если бы Брателла Заставил Эвила Врасплох То Вполне Мог бы Получить Какого-то Урона Сергей О Красненькая Ой хорош Шафта-то Нету Шафта-то Нету Брател Он аккуратненько Падает вниз Ну Аккуратненько Это мяго сказано Один хп у него Остался всего лишь Сами понимаете Что С одним хп Обычно Далеко от соперника Не убежишь Но Так уж Сложилось То что Эвил Решил отступить И Более безопасно Сыграть здесь Хотя у него Вполне Хватало стека Для того Чтобы зажать Ну Там зажимать Было бы тяжело Пришлось Бежать Какую-то Длинную погоню Брателла Выходит с Респа И сейчас Начинает Демонстрировать Какую-то На мой взгляд Неоправданную Аркаду Хотя смотрите Армор Весь выбил Пол миги Выбил Ну правда Вот сейчас Красная Сейчас еще Через несколько секунд Будет желтая броня Эвил Даже как-то Без задней мысли Играет на затеяние Против Брателла Нечаянно Залетел в телепорт Его с плэшой Откинуло Играет как-то Без задней мысли Против Брателла Потому что Там красный Не дилеет Миги забирает Как попало Я практически уверен Играя он против Рафы На очередном Дримхаке Да вот Он же на последнем Дримхаке играл Против Рафы И выиграл его Кажется Да Я же стримил эту игру Как я могу Не помнить Но он наверное Не допускал бы Таких ошибок Потому что Когда ты играешь Квейк На настолько серьезном уровне Что каждая мелочь Каждая мелочь Имеет значение Брателла Все откидывается Гранатками Все никак у него Не получается Даже хоть Как-то частично Вырвать контроль Из рук Эвила На ЗТН Что думают Наши пользователи Это минуса Поставил поисповому Человеку И чувствуешь Как он Обрадовался весь Но это видимо Не касается Не касается К игре Так Эвил же топ 1 И не только СНГ Все верно Эвил Эвила вполне Можно называть Чемпионом мира По квейку Потому что Единственный Международный турнир Который проходит Сейчас по квейклаеву Это Дримхак Ну там Адроиц какой-то был Да Но Он был до Дримхака И по последней версии Эвил выиграл Рафу На зимнем Дримхаке 2012 года Соответственно Его можно считать Действительно Человека С мировым именем Да С мировым Таким-то титулом Хорошо Хорошо то, что Эвил Продолжает играть То есть Он И Является топ 1 Да И еще продолжает Играть при этом Обычно Многие люди Как бы Получив То, что они Вот хотели Какой отличный рокер От Эвила Подконтрол Получив то, что они хотели Да Они Как-то вот Перестают так регулярно Участвовать на турнире Я практически уверен Если бы Кулер был бы В своей старой форме Да Когда он еще играл В Коэк Он вряд ли бы принял участие На Вот этом вот турнире Хотя Кулер он вроде как Топ 1 Ну Прям так Что топ 1 Сложно было сказать Потому что Когда я играл Кулер На тот момент еще Рубились Стрэнксы Килсоны Всякие рафы Вот сейчас как-то Мне кажется В этом плане Там Стрэнкс послабее Уже играет Сайфер тоже послабее Из-за того Что в шутманию Рубятся Рафыч Тоже кажется Там контракт Подписал С какой-то организацией За то Что он будет В шутманию играть Не знаю Я к этой шутмании Как не притрагивался Так и не собираюсь Притрагиваться Либо Квейк Либо ничего Я считаю Ну В плане шутера То есть там Какие-то КСы Какие-то шутмании Я думаю Что я никогда В эту сторону Не уйду Потому что Мне это банально Неинтересно Так Кевил чего-то Дожидается Дожидается Появления Красного армора Как дела у братела Это вообще Хоть что-то есть Ну Полтинничек Имеется Давай брател Хотя бы из минуса Надо выйти Что ж это такое Неужели Зря наши Пользователи Проголосовали За этот матч Так Снизу Отрейливают Злой Кстати А сколько у нас людей На трансляции Интересно Хотя бы человек То 200 Есть О 288 Отлично Даже больше Чем на вчерашнем Ренессансе А я говорил Куки Не надо было Комментировать На английском Было бы больше людей Тем более Что вчера Турнир По идее Должен был бы быть Интереснее Хотя нет Не интереснее О Опа Брателла Что творит Что творит Брателла Все мимо Все мимо Хоть рельсу попал Вторую мажу Да Аптечка успел добежать Но струя Шафта Тевила Не может просто Взять и промахнуться В такого легкого соперника Ну При тараком Легком стрейте Скажем Если бы Говорят Заплатили То я бы И шутмайни И стримил Но Во-первых Кто за нее заплатит Это первый вопрос Во-вторых Если бы даже И стримил То мне бы Это было Неинтересно Доту По крайней мере Интересно Стримить Потому что Я Раньше Играл Доту Да Очень много И так сказать Вернулся К старенькому А шутмайни Это что-то Вообще Такое Безидейное Так Две секунды Появление Желтого Так 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 Явел Контролит Контролит Ловит Конечно Ракеты Но Две рельсы И собственно Брателло Остался без шансов На миге На миге Вот сейчас Хороший шанс Для Брателло В принципе Выйти из минуса Выйти в телепорт И попытаться Зарейлить Пока Явел Не подобрал Красную броню Но к сожалению Оказалось Слишком поздно Вроде Одна рельса На вторую Не было времени У Брателло И он Умирает В очередной Раз Счет становится 10-1 Я такой Вася Пишет Брателло Надо было Т7 выигрывать Ну что ж ГГ, ВП Я сразу же Отсюда Дисконнектнусь И попытаюсь Зайти на матч К Мэтболу Или он уже Доиграл Доиграл Спрошу я У него Неужели Демон его так Быстро Смог выиграть Сейчас Спрошу У Зубича Хочешь я тебе Свой канал Подарю Говорит Русак Да я уж Наверное Сам заведу Ничего страшного Так Зубич присылает Маппул Текущего турнира Аэроволк Лост ворлд Бладран Фьюриус Хейтс И Франтик Франтик Ё-моё Эш пишет Во сколько турнир Регни меня Я слоупок Ну да Эш Уже слишком поздно Сейчас посмотрим На сетку Доиграли ли Мэтбол С Демоном Потому что Если они доиграли То можно Отправляться Стримить Полуфинал Павел Против Демона Я смотрю Что в сетке Пока что Ничего Ничего не обновилось Остается только Гадать Гадать Ещё раз Гадать Доиграл Говорит Да Ну я наверное Не буду Спрашивать Мэтбола Выиграл Или нет Я посмотрю Что он Хотя Смотрите Какая тут Была игра 9-8 Мэтбол Проиграл Чувствуете И на ДМ13 Но он вышел Ну тут Демон Конечно Вообще Без шансов Смог Выиграть Оппонента За счётом 17-2 Заканчивается Игра За 6 минут За 6 Ну ладно За 7 За 7 минут Закончилась Эта игра Демон 36 Акрус И Довольно Проходит в полуфинал Ну вот Т7 здесь стоило бы глянуть Думаю что зря мы ушли на этот матч Ну Делать нечего Так значит Павел сейчас будет играть с Демоном Давайте тогда найдём Павла Павел Павел уже на сервере Вот я даже не знаю Делают ли стоп-старт или нет Пробую угадать пароль В чатике Стрим на главный Больше всех людей в чатике и стримов Пишет Сэнд Но это радует Это радует Да Топ-1 По Зрителям Топ-1 По Топ-1 Человечкам в чате Вот Знаете Жалко что Овни ТВ закрыли Вот для Квейка По крайней мере То есть В моём случае Потому что Овни Довский плеер Он меня и в призме висел Он и на СК-2 ТВ тоже висел И на ЕС Реалити Наверное тоже был И Думаю что если бы Я бы стримил ещё и на Овни То по крайней мере Людей было бы Ну на сотню больше Это как минимум Мне кажется Что там и с ЕСРа подошли бы люди И С других бы каких-то Порталов С того же самого СК-2 ТВ Я думаю что там тоже Все соскучились По трансляциям Квейка Вот Ну ладно Я заведу Заведу ещё один Твич И Развешиваю его В призме Развешиваю его Везде где только можно Какой-то Бак у нас Павел стреляет В Модельку Дума Надо бы Так вот Сделать И Перед тем Как начнётся карта Или может быть Давайте сейчас Я сделаю стоп-старт Чтобы Так сказать Было всё Логично Продолжение следует... Продолжение следует...